Красный огонь! Красный, есть поражение! В сегодняшнем видео в рубрике Мысли вслух я вам покажу супер классический такой прям олдскульный, прям аж сводит скулы прям да не могу бой, который у меня был на стриме на Меркове 3 Бас Этот бой мне как, вот вы даже не представляете насколько от этого, после этого боя повеяло ностальгии потому что именно с этой позиции на этой карте, я вот как сейчас помню, начиналось у меня знакомство с этой игрой именно эту позицию я для себя подметил еще 7 лет назад, вот реально и как ни странно она все еще работает хотя, как вы знаете на этой карте очень часто наоборот, бросают порт и отсюда уезжают, и здесь как правило противники толпой просто проезжают без каких-либо усилий но этот бой оказался абсолютно другой отчасти, естественно, это все зависело и от противников, которые в основном все сюда приехали спокойненько размазались по порту и устроили нам перестрелочку, бодрую, веселую перестрелочку никто не поехал на нулевую первую линию, абсолютно и в чем был прикол в принципе, в чем прикол этой позиции и ее розыгрыша ну, самое, наверное, вот единственное неудобство какой противник вызывает который вот так, вот как Меркова, выезжает просто напротив и перестреливается но, опять же, если бы у Леопарда, который рядом со мной был было бы побольше мозгов он бы рядом со мной стал бы и расстреливал бы Меркову которая вот так нагло выезжает в принципе, обычно так это и происходит это для меня самая неудобная позиция но как бы на Меркове если у тебя еще и барабан в принципе, размен все равно неплохой получается в чем прикол дальше смотрите, если вы сюда приезжаете что вообще вам нужно понимать и знать как бы, если вы сюда приезжаете самое главное что вам нужно понимать и что вам нужно делать вы должны удостовериться что с правой стороны от вас то есть на пятой получается линии есть союзники и как минимум парочку то есть на тот случай если противники бодро и весело решат проехать как раз таки этот порт если так получится то вы здесь окажетесь в полной жопе вас здесь будет просто убивать расстреливать со всех сторон но с правой стороны союзники есть здесь я есть еще союзники и еще один маленький такой интересный нюанс но опять же это зависит уже не от вас желательно чтобы союзники стояли на трассе в квадрате Е3 вот там как раз Брэдлик там два Айпи они будут напрягать тех кто как раз с правой стороны стоит в порту у противника вот при таком разъезде вот это просто такая супер классика получилась в этом бою при вот таком идеальном разъезде вы пользуясь этой позицией будете всех убивать почему эта позиция крутая потому что здесь с правой стороны вы видите да танка есть такой небольшой подъемчик бордюрчик такой высокий который прикрывает вам НЛД либо откидывая вот так дымы вы выезжаете и настреливаете тех кто с правой стороны то есть ну супер универсальная супер идеальная позиция по вам минимум прострелов вы выезжаете и получаете прострелы куда вам надо единственное конечно вот для дальнейших каких-то продвижений как видите вот здесь уже будет тяжковато немного вот на этом этапе я здесь естественно захотел забрать драгуна по-быстрому но задерживаться здесь не стоит вот с правой стороны все меня начинает уже лететь то есть вот там с правой стороны обычно кто-нибудь да сидит и пока туда вглубь не проедешь ну их никак не выковыриваешь но туда чтобы проехать опять же ты будешь подставляться очень жестко я разыгрываю здесь другой сейчас вариант как здесь можно дальше играть я вижу что союзники в большом количестве заняли трассу впереди меня этот подъемчик они уже там неплохо так обосновались значит мне нужно просто проехать вот здесь и помочь им дальше двигать направление спуск с этой трассы все как только союзники я вижу что вот здесь внизу никого нету союзники слева обосновались и мне остается просто собирать уже плоды в центре всех ОБТ которые остаются в центре этого порта после того как они потеряли трассу вы просто вот таким образом заезжаете и добиваете без каких-либо вообще проблем без сопротивления всех кто здесь еще остался ну и далее буквально вам остается что это зачистить последнюю это собственно их респ всех кто оттянулся максимально далеко туда там я не знаю зачем-то сидел это все время термик и там же был кентавр понятное дело в принципе почему у него там как раз таки были неплохие прострелы то есть вот прям эта реализация этот вообще рисунок боя был настолько стандартный настолько классический еще прям вот реально из тех самых времен что я просто не мог не поделиться с вами этим боем и то как он в принципе разыгрывается и за счет чего надеюсь видео было интересным не забывайте ставить лайки всем пока